Несмотря на некоторую удаленность от центра города, проспект Металлургов – важное звено в транспортной инфраструктуре Волжского. Именно он связывает городские округа с промышленными предприятиями. За последние годы дорожное полотно здесь значительно износилось и требовало не просто точечного ремонта, а серьезной реконструкции. Эта работа делается не только в рамках приведения в нормативное состояние городской улицы и дорожной сети, но и в рамках поручения губернатора, чтобы обеспечить нормальные нормативные подъезды к промпредприятиям. Как вы знаете, в прошлом году мы переименовали девятую автодорогу, извините, седьмую автодорогу в проспект Металлургов. И хотим, соответственно, чтобы данная дорога, которая у нас ведет к основным предприятиям химкомплекса, выглядела соответствующим образом. Поэтому и в рамках безопасной и качественной дороги национального проекта выбор был сделан именно на эту дорогу, чтобы в кратчайшие сроки отремонтировать ее. Перекрывать проспект полностью специалисты не стали. Работы ведутся на огороженных участках в точном соответствии с графиком. Старое дорожное полотно уже сняли и приступили к укладке нижнего слоя асфальта. Помимо этого предстоит обновить и объекты транспортной инфраструктуры. Все ограждается. Дорога широкая. В проекте она у нас 19 метров шириной. Вот. Безопасность движения на уровне. Никаких проблем для транзитного транспорта не создаем. Протяженность участка у нас порядка полутора километров. Значит, площадь верхнего слоя будет порядка 28 тысяч квадратных метров. Будет устроена одна автобусная остановка, три трамвайных остановки, совмещенных с автобусными остановками. Также планируется выполнение укрепления обочин щебнем, ну и обстановка знаками. Работы ведутся под контролем профильных ведомств городской администрации и специалистов стройтехнадзора. Все обнаруженные недостатки подрядчик должен будет оперативно исправить за свой счет. Гарантия на новое дорожное полотно составляет пять лет. Особых замечаний к работе подрядчика нет. Сейчас, как вы видите, идет укладка нижнего слоя выравнивающего, так называемого. Естественно, будут проведены все необходимые лабораторные исследования, будут взяты вырубки. После этого мы уже сможем говорить, прошел ли данный материал по своим характеристикам и по водонасыщению, и по уплотнению. Как только будет дано положительное заключение, как только технадзор подтвердит, что вопросов к выравнивающему слову нет, мы тогда уже перейдем к укладке верхнего слоя. Окончательное завершение работ на этом участке планируется к августу этого года. Движение по обновленному полотну возобновится только после тщательной проверки специалистами.